Дмитрий Анопченко на связи со студией из Вашингтона. Дима, я приветствую тебя. Скажи, вышли уже Трамп и Меркель к журналистам точно? Если да, то хотелось бы знать, о чем они говорили и есть ли среди тем обсуждения Украина? Леш, ну да, они вышли к прессе, вышли с опозданием больше, чем на час. И вот весь этот час пресса сидела, гадала и пыталась разобраться, а почему они запаздывают? Не могут договориться, нечего сказать журналистам. Или наоборот, вот настолько тепло заговорились, там где-то чаек попивая в Белом доме, что не спешат для того, чтобы пообщаться с прессой. И вот в тот момент, когда открылись двери, с часовым опозданием, еще раз скажу, вышли Меркель и Трамп, было видно, что, ну, к сожалению, напряженные лица, напряженные позы. Ну, помните, когда вот были знаменитые дебаты Хиллари и Трампа, и вот в первый раз они даже так обнялись немножко, но в последний раз уже держали расстояние, и было видно, что между ними конфликт. Вот в этот раз тоже, достаточно холодно, достаточно отстраненно, вышли Трамп и Меркель к прессе, сделали первые заявления. И, в принципе, то, чего все ждали от Трампа, все хотели понять, а с чего он начнет свою речь, суммируя встречу с Меркель, будет ли говорить о политике, будет ли говорить об экономике. Он говорил об экономике, он как раз начал о рабочих местах, которые создает Германия. Важный момент, он упомянул, что он будет поддерживать НАТО, и что Соединенные Штаты по-прежнему привержены НАТО, но при этом все-таки оговорился, вот любимая оговорка нынешней администрации, сказал, что мы будем поддерживать НАТО, только если другие страны тоже будут платить за свою безопасность. В эти минуты выступает Ангела Меркель, еще до вопросов не дошло, это ее первое выступление, вот такое вступительное слово. Говорит она о том, что они обсуждали с Дональдом Трампом, достаточно широкий круг вопросов, упомянула, что и операцию в Афганистане, то есть внешнюю политику тоже обсуждали. На данный момент, вот на эту секунду, когда мы с тобой говорим в прямом эфире, о России и об Украине еще не сказали ни президент, ни федеральный канцлер, но понятно, что вопросы запланированы, и, разумеется, вопросы будут. Так что, если будет возможность, вот здесь, в эфире, если нет, то уже в черном зеркале, я смогу подробнее рассказать, о чем конкретно договорились Трамп и Меркель. Есть единственный момент, хочу на него обратить внимание. Когда здесь был министр иностранных дел Павел Климкин, встречался с госсекретарем Рексом Тилерсоном, вышел к прессе, ну вот я с ним разговаривал тоже. Важный месседж прозвучал в тот момент, Тилерсон сказал, что Украина при любых раскладах, при любых переговорах не будет разменной монетой. То есть не будет ситуации, когда в большой геополитической игре вот уступки по Украине могут быть ценой вопроса. Я тогда переспросил министра, это позиция самого Тилерсона или это позиция президента? Очень четко услышал ответ, это позиция президента. Именно поэтому, что бы ни сказали сегодня Меркель и Трамп, а мы это с вами еще услышим, все-таки очень надеюсь на то, и есть все основания поговорить здесь в Вашингтоне, надеяться на то, что уступок по Украине не будет и вот эти слова сегодня не прозвучат. Леша. Действительно, Дим, будем на это надеяться. Не буду тебя отвлекать, продолжай следить за выступлением госпожи Меркель. Мы обязательно давай договоримся с тобой, пообщаемся в черном зеркале и ты нам уже расскажешь все более подробно и более детально. Самое главное, как прозвучала Украина, конечно же, на этих первых переговорах двух лидеров. Спасибо, Дмитрий Анопченко был с нами на связи из Вашингтона. Как вы поняли, мы продолжим с ним общение уже в черном зеркале. Дождитесь.